Каждый год на свалки вывозится почти 2,5 миллиона тонн бытовых отходов. При этом, как отмечают специалисты, большинство полигонов в регионе уже устарели и не соответствуют санитарным нормам. Современный мусороперерабатывающий комплекс может охватить до пяти муниципалитетов. В год они смогут принимать больше сотни тысяч тонн отходов. В сегодняшних условиях очень выгодный проект для инвесторов, считает Вениамин Кондратьев. Но при этом глава региона акцентировал, что создание таких заводов не должно отразиться на тарифах вывоза мусора для жителей края. Принципиально, чтобы сегодняшний инвестор, который будет заниматься мусоропереработкой, не зарабатывал на население. Здесь мы должны найти вот эти точки соприкосновения, и тогда мы получим конкретную совместную работу. Притом выгодную, как для вас, безусловно, как для инвестора, и для нас, как для региона. И немаловажный вопрос – это экология. То есть нам тоже очень важно, чтобы производство, которое будет связано с мусором уничтожением, был экологичным, конечно, курортный край. Для нас принципиально важно, чтобы экология оставалась на прежнем, сегодняшнем уровне. Обратил внимание Кондратьевы на участки, которые сегодня занимают полигоны. После свалки земля восстанавливается столетиями. Строительство предприятий по утилизации мусора позволит сохранить ее для нужд сельского хозяйства, а не складировать отходы.